Мы сейчас слышали о вере, то есть о наших отношениях с Господом, какими они быть должны, как вера выглядит. И я хочу сегодня говорить о второй стороне этого вопроса, о доверии нашим человеку. Это будет тоже неким продолжением темы, которую мы рассуждали в последнее воскресенье, о сердечной изоляции человека от Божьего народа, и когда человек перестал доверять людям, мы тоже можем сказать, что он изолировал себя от других, а мы говорили, что эта изоляция есть духовная опасность для человека. Вот смотрите, какие были два царя. В Ветхом Завете рассказывается о них, и это очень известные имена. Один царь, написано, что у него был военачальник, надежный военачальник, который близко даже не думал о том, чтобы поднять бунт против своего царя. Но глядя на него, царь, звали его Саул, подозревал, что вот этот человек жаждет занять его место. И он начал его преследовать и желал его убить. Но Бог сохранил его полководца, которого звали Давид. Давид в свое время стал тоже царем. И когда прямо рядом с ним один из его сыновей, таких подобных случаев было даже два, ну, например, один сын, значит, стал заводить себе колесницы, скороходов, и написано, что Давид не спрашивал его, и стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь. Он доверял человеку, которому нельзя было доверять, и в результате Адония попытался стать царем, воздвиг такой государственный переворот. Если бы не своевременная реакция близких людей Давида, то были бы очень нехорошие последствия. Вот смотрите, две таких позиции. Может быть, возможно, что позиция Давида в жизни повлияла, вернее, на эту позицию повлияла то, что он пережил в прошлом, когда его подозревали в том, в чем он не был виноват. Он узнал, как это больно, как это неприятно, и он старался никогда не подозревать людей без каких-то явных видимых причин. Но посмотрите, что и та, и другая позиция имели нехорошие последствия. Подозревать людей невиновных, преследовать, пытаться уничтожить, это великий грех перед Богом, и доверять людям, которым нельзя доверять, можно очень сильно пострадать. Две неправильных позиции. Давайте зададим себе вопрос. Если бы нам пришлось выбирать из двух зол меньше, если бы нам пришлось выбирать из того, как бы нам лучше ошибиться, побудьте несколько минуток в своих мыслях царем, и подумайте, каким бы лучше вы образом хотели бы быть неправы. Жизнь показывает, что, конечно, очень сложно бывает различить. Очень просто кажется, просто ты не доверяй ненадежным людям и доверяй надежным, и все. Проблема в том, как это различить. И ненадежные люди, бывает, выглядят очень надежными, а надежный человек, он может выглядеть, как наш оппонент. И очень сложно бывает это отличить. И вот задайте себе вопрос, честно, если бы вы были царем, что бы вы лучше делали? Или доверяли людям, не имея для этого, может быть, нет оснований для каких-то подозрений, рисковать таким образом, или бей свои, чтоб чужие боялись. Как царям, в мыслях наших на несколько минут, нам, наверное, очень сильно импонирует идея перестраховаться. Да? Значит, ну, как выражались великие политические деятели, великие в кавычках, лес рубят, щепки летят. Ну, что делать? Что делать? Ну, где-то неправильно казнили человека. Ну, что делать? Ну, неправильно получилось. Ну, время такое было, ситуация такая. Ситуация требовала. И вот бывает человек, когда он ставит себя на место царя, он говорит, ну, лучше перестраховаться. А теперь, две минутки побыли царями, давайте побудем подданными этого царя. А какого бы мы царя хотели иметь? Который на всякий случай отправляет на виселицу или в лагерь? Или которые вот, ну, вот, ошибаются так, что доверяют тем, кому нельзя доверять? Знаете, сразу ситуация меняется. Согласитесь, как бы хочется какого-то батюшку царя такого, что он как бы добрый, и нам бы на Колымута не угодить без дела по доносу нашего соседа. Вот эти ситуации, которые я сейчас привожу, они показывают о том, что вопрос доверия человеку, мы сейчас не говорим о доверии Богу, о вере Богу, этого мы будем касаться, вопрос доверия другому человеку, очень серьезный вопрос. Очень серьезный, очень неоднозначный и очень глубокий. Я попытаюсь сегодня в него вникнуть, в него вникнуть, насколько позволит нам наша компетенция, как сейчас проповедь завершалась словами, когда человек говорит, я не надеюсь на людей, я надеюсь только на Бога. Этот человек, наверное, духовный, даже апостола Павла, потому что Павел говорил Коринфянам, я много надеюсь на вас. Надежда наша о вас тверда. Радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Апостол Павел был менее духовнее, чем эти люди, о которых сейчас упоминалось, потому что они надеются только на Бога. А Павел еще не достиг такой высоты и еще надеялся на каких-то людей, еще доверялся чем-то людям и таким ненадежным, как Коринфяне. Давайте подумаем и поразмышляем над этим вопросом. Я думаю, что, наверное, сегодня мы только начнем, что ли, копнем эту тему. Любая ценность, любая ценность имеет свою цену. Я бы так тему свою назвал «Ценность и цена доверия». Когда что-то для нас представляет ценность, какой-то предмет нам нужен, мы столько готовы заплатить за него такую цену, насколько ценен для нас этот предмет. Ценность и цена – это не одно и то же. Иногда мы можем не подозревать о ценности того, что у нас есть. Нам могут предлагать что-то недорого, но мы говорим, зачем нам это нужно? И мы не знаем, что нам на самом деле очень недорого предлагают что-то. И у доверия есть своя ценность. И у доверия есть своя цена. «Готовы ли мы заплатить цену за то, чтобы насладиться благами доверием?» Вот этот вопрос мы будем пытаться сегодня отвечать. Библия говорит о группе людей, о группе людей, которые называются простыми. И когда читаешь текст Священного Писания, обнаруживаешь, что Библия не говорит о простых людях однозначно хорошо или однозначно плохо. Читаешь одни тексты, быть простым человеком хорошо. Читаешь другие тексты, быть простым человеком плохо. Кто такой простой человек? Это человек, который воспринимает все так, как ему подается. Он не ищет каких-то подтекстов, он не ищет ничего, что написано между строчек. Ему сказали, он поверил. Повели, и он пошел. Предложили, он взял. Накормили, он поел. Он не думает, что суп отравлен, или что его ведут в лес, чтобы убить, или что ему говорят одно, а на самом деле думают другое, он так не думает. Этот человек называется простым. И вот понятно, что почему Библия говорит о нем и так, и так, и положительно, и отрицательно, что если этот человек попадет в руки хороших людей, то все замечательно будет, все облегчается. Когда он имеет взаимоотношения с людьми, желающими ему блага, все становится легко. Он не пытается думать, а чего они на самом деле от меня хотят. Три года жизни потратил на то, чтобы понять, чего они от него хотят, и когда понял, что они желают ему блага, те люди уже умерли, их почетом похоронили, и он теперь с новыми людьми выстраивает отношения, чтобы там понять, желают ли они ему блага. И в то же время, когда человек простой попадает к злым людям и воспринимает все как есть, и всегда вспоминает такую ситуацию, это такой, знаете, высший предел простоты. Брат у нас приходит на рынок покупать куртку, говорит, сколько стоит, 500 рублей, он достает тысячу, это примерно цифры. Им говорят, давай тысячу, он отдал тысячу. Как бы раз у тебя тысяча есть, давай мы тебе куртку за тысячу продадим, ну ладно, за тысячу раз поднялась, цена доллар растет, как бы здесь цена на куртку выросла как бы за полминуты, что-то бывает же такое. Поэтому здесь вот этот момент, когда Библия учит нас быть простыми как голуби и мудрыми как змей. То есть Священное Писание говорит нам, что с одной группой людей нужно выстраивать отношения без всяких поисков подтекстов, с другими нужно быть крайне осторожным человеком. Знаете, что многие люди, не знаю, ни к счастью, ни к сожалению, как это выразиться, мне просто пришлось ознакомиться с делом Андрея Чикатило. Знаете, это не советую на ночь ознакомиться с биографией и историей этого человека, потому что меня перед глазами мельтешили в 3 часа ночи, это его лицо, да, до такого ужаса может вообще дойти человек. Но и его история, и история других людей показывает, как люди доверяют злым, ужасным, негодным людям, да, и многие жертвы оказались жертвой именно доверия. Они доверились человеку, который желал им сделать величайшее зло. И как найти вот эту грань, чтобы не стать и простаком, и параноиком, который видит за каждой личностью опасность. Это крайне сложный вопрос, и мы сейчас давайте будем разбираться. Я построил проповедь тезисно, да, то есть я буду говорить выражение, мысль, а потом мы будем его рассуждать и видеть, насколько оно обосновано священным писанием. Первая мысль, которую я хочу сказать. Нельзя прожить полноценную жизнь без доверия другим людям. Если человек в итоге или в результате чего-то захлопнулся от всех, он не сможет прожить полноценную жизнь. Апостол Павел говорит, например, «Я хочу прийти к вам в Рим, утешиться верой общей вашей моей». Он говорит, чтобы мы могли утешать других тем утешением, которые Бог утешает нас самих. Церковь – это люди, которые очень сильно связаны, и они обогащают друг друга. Тем сокровищем, которым Бог наделил каждого из нас. И когда человек закрывается в своем недоверии, он не может получить то богатство, которым обладают другие люди. Один брат сказал, что наибольшая радость и наибольшая боль, которую мы в жизни переживем, мы переживем в контексте отношений. Вот эти вот отношения с людьми, люди, которым мы доверяли, мы там переживем и самую большую радость, и самую большую боль. И мы решаем, нужна ли нам вот эта большая радость, чтобы ради нее пережить вот эту большую боль. И какой-то человек говорит, я готов лишиться радости, только чтобы не переживать вот эту боль. И что Библия говорит о его позиции? Библия говорит, нехорошо быть человеку одному. Мы используем этот текст в основном в плане создания семьи. Я лично думаю, что эта мысль гораздо шире. Я верю в то, что человек неженатый и незамужний может прожить полноценную, богатую жизнь. Я думаю, что когда Бог говорил, нехорошо быть человеку одному, он подразумевал общение человека вообще. В тот момент это именно стало для Адама, Ева, стала жена и создание семейной жизни. Есть другие пути реализации этой потребности, когда люди могут строить отношения и не будучи женатыми и замужними, не быть одними. И больше того, я хотел бы сказать, что мы эту фразу «нехорошо быть человеку одному» воспринимаем на уровне душевного ощущения, что когда я один, мне нехорошо, я чувствую себя нехорошо, мне печально, грустно, одиноко. Я думаю, что когда Бог сказал эту фразу, Он сказал о свойстве человеческой природы, которую Он только что создал. Что человеческой природе, личности, быть одному, быть одной, нехорошо, разрушительно. И таким образом, когда враг добился в нашей жизни вот этой нашей сердечной изоляции, когда мы захлопнулись от людей, когда мы закрылись от людей, когда мы не захотели платить цену доверия, мы ввели в себя состояние разрушительное, о котором сам творец сказал, тебе это нехорошо, для тебя это нехорошо, для твоей природы это пагубно. Невозможно прожить полноценную жизнь в одиночку. Еще один момент, когда мы можем сказать, то есть человек, если находится среди людей, среди толпы, это еще не значит, что он имеет общение, это ни для кого не секрет, быть одиноким среди толпы, это вполне частое, абсолютно частое явление. Смотрите, в чем суть? Доверие, это еще один важный тезис, доверие способно уподобить нас тому, кому мы доверяем. Написано, поверил Авраам Богу, и Бог обменил ему это в праведность. Мы видим по тексту Священного Писания, что вера Богу делает человека праведным. Почему? Потому что Бог праведен. Доверие это мост воспользоваться теми ценностями, которые есть в том, кому мы доверяем. И в нашей среде, в нашей жизни есть много людей, которые представляют из себя сокровищницу. Бог учил их, Бог наставлял, переплавлял и очищал, и у них есть что дать нам. Но наше недоверие этим людям говорит о том, что отсутствует мост, по которому эти люди могли бы обогатить нас. Если человек доверяет дьяволу, он становится как дьявол. Если человек доверяет хорошим людям, он становится подобным хорошим людям. Если он доверяет злым людям, он становится подобным злым людям. Доверие уподобляет нас тому, кому мы с вами доверяем. И поэтому сатана хочет, указывая нам на наши в прошлом какие-то провалы, какие-то промахи, на нашу боль, которую мы имели в прошлом, он говорит, не надо никому доверять. Он хочет таким образом обокрасть нас от тех благословений, которые Бог усмотрел в отношениях с другими людьми. Как это еще подтверждается в Священном Писании? Во 2 Коринфянам, в 3 главе написано о наших отношениях с Богом. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Открытым лицом. Это метафора, показывающая открытость взаимоотношений. Когда я преображаюсь в Божий образ? Когда взираю на Него открытым лицом? Когда у меня доверительные и открытые отношения с Ним? Почему некоторые люди, называющиеся верующими, молятся десятилетиями, но жизнь их не меняется, потому что они не научились доверять Богу. Их молитвы, их чтение Библии, их посты и их походы в собрания не пропитаны возрастающим доверием Богу. А это мост, по которому Божья праведность, Божья святость и Божья мудрость приходят в нашу жизнь. И точно так же аналогично, когда мы закрылись и захлопнулись от людей, которые могут быть нам благословением, мы точно так же не можем воспользоваться, как написано, верою общую, вашую и моею. И еще один важный момент. Мы никогда не реализуем наш жизненный потенциал. Некто сказал такие слова. Знаете, на самом деле, когда с тобой дети, жена, прогулка, то есть в моей семье я, наверное, ну сейчас не знаю, как у нас с Олегом пропорции сменились, но обычно всегда у меня самый такой быстроходный. Мне всегда говорят, мы гулять вышли, знаете, на вожжах меня так, мы гулять вышли. А у меня, как бы, знаете, ну впереди цель и так далее. И вот сзади есть твоя семья, тебе нужно принастроить свой шаг. И человеку хочется так прогуляться по какому-то Черняевскому лесу или по экологической тропе за 15 минут 5 километров пройти, вот я прогулялся. Да, быстро, но в конце концов разорвутся отношения с семьей, ты отдалишься от них, и когда-то тебе будут нужны эти люди, они скажут, знаешь, папа, тебя никогда не было с нами. Ты был везде, кроме как у нас. И все, и человек, который имеет и талант, и способность, и призвание, и большой потенциал, он никогда не реализует его, если не будет связан с другими людьми. Хочешь идти далеко, иди вместе, а идти вместе, это доверять. И чтобы, как есть образное выражение, оно может вам не понравится, но оно очень яркое, у книги Иова в 5 главе 26 стихом говорится о хорошем исходе жизни. И ты войдешь в гроб в зрелости. Здорово, да, такое пожелание? Ты войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Знаете, кто занимался когда-то сельским хозяйством, может кто-то застал, как жнут пшеницу, да, и вот когда вот эти тяжелые снопы с наполненными колосьями укладываются, и ты понимаешь, впереди будет сытная такая, неголодная зима, пришло время, пришел урожай, вот это глубокое чувство удовлетворенности, когда человек заполняет свои амбары не какими-то странными тонкими загнутыми морковками, да, а все такое, знаете, такое крупное, все такое хорошее, и ты складываешь, и тебе так хорошо на душе. Вы знаете, вот этот финал жизни, когда человек реализовал Богом данный потенциал, мы верующие особенно должны думать об этом, Боже, что для моей жизни ты задумал, как мне правильно прожить ее, что я должен сделать, и Библия говорит, невозможно прийти к этому финалу в одиночку, но дьявол этого хочет, он хочет даже, чтобы ты умер раньше времени, почему, потому что ты никогда не позовешь на помощь к себе, ты не позовешь, чтобы тебе пришли и помочь, да кто знает, они меня тоже потом звать начнут, я тоже им буду обязан, да еще и молоток утащат, да зачем, да я сам, и ходит человек, и носит эти блоки, и понимаете, потом грыжа, и уже в 43 года, он уже пол снопа улеглись не в то место, не в то время, когда нужно было. То же самое касается не только физической работы, у нас у всех есть потребность, у нас что-то происходит, у нас копится внутри, у нас есть и радости, и печали, и нам нужно с кем-то поделиться, иначе это будет крышка, которая захлопнула кастрюлю, внутри которой растет давление, и когда-то, когда-то невропатолог скажет, что эту крышку снесло, потому что надо было вот это куда-то девать, а как, я в прошлый раз рассказала, поделилась, знаете, что потом было? Да, ты пойдешь безопасно, относительно безопасно, но недалеко и недолго, и не сделаешь все, что можно было бы тебе сделать. Это очень важный момент, и вот это первая наша мысль, первая наша мысль, невозможно прожить полноценную жизнь, невозможно обогатиться от других, невозможно послужить другим людям, невозможно преобразоваться в добрый образ, не доверяя другим людям. Это первая мысль, которую я хочу, чтобы мы взяли. Нехорошо быть человеку одному. Это разрушительно. Второе. Никто не обязывает нас доверять непроверенным людям. В Библии есть, например, такой текст. Говорится о том, каким человеком может быть служитель. Там дается большая характеристика, это первое послание Тимофею в третьей главе. И в конце этой характеристики, то есть кажется, сказали, должен быть такой, такой, такой и такой, и мы посмотрели, да, он такой. Но, Библия говорит, таковых прежде нужно испытывать. Потом, если беспорочно, допускать до служения. Что получается? Мы видим человека, который вроде бы соответствует списку характеристик, но нам еще говорят, проверьте его в экстремальных условиях. Мне, конечно, интересно, как это делается, да, каким образом, например, Павел испытывал не слова возгордившихся, а силу. Мне интересны его были методы, но, конечно, что-то мы можем уже и предположить. Например, ну, не буду говорить, кто, потому что мои дети обижаются, когда я привожу их в пример, да, вот. Говорю одному, значит, он говорит мне, я тебе хочу помогать. Я говорю, здорово, бери веник. Нет. То есть, заявление очень красивое. То есть, я работаю по хозяйству, кандидат, у которого очень красивая фраза. Я хочу тебе помогать. Соответствует характеристикам служителя, да, он хочет помогать. Но, когда мы начинаем проверять, вдруг, оказывается, имелся в виду не веник, а электропила. Потому что это по-взрослому, когда жужжит, гудит, летят опилки, знаете, это уже такой суровый скандидавский лесоруб, уже образ такой хороший складывается. А с веником это просто, это же девчонки же метут. И вот смотрите, мы видим человека, который характеристикам как бы вроде бы соответствует, но, говорит, испытать сначала нужно. То есть, Библия не призывает нас к такому, знаете, что побежал, вот я должен доверять, потому что без доверия другим людям моя жизнь не будет реализована в ее потенциале, потому что нехорошо быть одному, все, теперь выхожу из молитвенного дома и доверяя первому идущему по тротуару человеку, который говорит, дай мне одолжить, вот у меня там жена болеет, надо на лекарства, 10 тысяч, срочно. Нет, мы смотрим, что Священное Писание, даже о пророчестве, знаете, в писяческой среде, если прозвучала фраза, так говорит Господь, все, у нас как будто парализуется способность проверять. Библия говорит, не всякому духу верить, каждое пророчество, не Писание, каждое пророчество должно быть испытано, на соответствие Писанию, нас не должна парализовать эта фраза. Мы должны понимать, Слово Божие есть высший авторитет, и Библия говорит нам таким образом поступать, тем паче, когда мы говорим о каких-то людях. Вы знаете, сейчас такое время, когда оборудование продается с заявленными характеристиками, которым оно не соответствует. Раньше, как-то мне помнится, было наоборот, что говорят вот так, и еще есть запас какой-то, запас прочности. Сейчас говорят, аккумулятор на 16 тысяч миллиампер. Ты заряжаешь свой телефон на 3 тысячи миллиампер, и тебе с трудом хватает на три раза. Насос такой-то глубины. И продавцы говорят, не, возьми с запасом, он столько не потянет. И продавцы звонят поставщикам, звонят производителям, тебе говорят, ну вот так мы написали. Сегодня время такое, когда нужно уже вычитать мысленно и миллиамперы, и когда говорят о телефоне, он работает столько часов, ну вот, когда температура комнатная, да, когда экран на минимальный яркий, когда вот это, вот это, вот это, и оказывается, что он там полдня с трудом вытянет у вас. И Библия говорит, вы знаете, что говорит нам? Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Смотрите, именно день бедствия, экстремальные условия показывают реальное положение вещей. Такая, кажется, вещь-то понятна. Я раньше читал, думаю, да что, как бы мы не знаем, что ли, что бедна сила, если ты оказался слабым. Это само собой. Нет, речь о чем идет? Что мы меряем свою силу по временам благоденствия. Мы меряем свою духовность по временам благоденствия. Мы меряем свою любовь по людям, которые нас любят. Но Библия говорит, мы настолько духовны, насколько мы духовны в экстремальных условиях. Мы настолько терпеливы, насколько мы терпеливы, когда нас выводят. Мы настолько любвеобильны, насколько мы любвеобильны с наихудшими людьми в нашей жизни. Вот он я настоящий, когда температура повышается. Так говорит Священное Писание. Это не придумано каким-то человеком. Писание показывает нам. И вот, смотрите, мы видим человека, и вот сейчас мы думаем, что делать, мне надо доверять. И вот мы распахнули ему свою душу. Библия говорит, нет, 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 дай время ситуации. Посмотри на этого человека. Ты имеешь полное на это право. Полное на это право. Никто не обязывает нас доверять неиспытанным, непроверенным людям. Вот эти два тезиса я сегодня хотел бы оставить на память. Дальше мы будем еще говорить, когда нам дадут такую возможность. Поэтому приходите в следующее собрание. Тоже и через раз, и через два раза, потому что неизвестно, когда мы продолжим эту тему. Но я вижу этот вопрос очень важным, потому что на самом деле многие христиане сегодня ведут очень скудную жизнь или наоборот попадаются в какие-то неприятности, не разобравшись в вопросе доверия другому человеку, крайне важным, глубоким и многосторонним. А теперь помолимся Богу нашему. Субтитры сделал DimaTorzok